Заседание рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса состоялось сегодня под председательством Сергея Собянина. В режиме видеосвязи участия в совещании принял премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Участники обсудили меры поддержки экономики, промышленности, торговли, сельского хозяйства и сферы информационных технологий в условиях внешнего санкционного давления. В Ингушетии для разработки и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития региона на фоне западных санкций образован оперативный штаб, а для вопросов, касающихся ведения бизнеса, Центр «Мой бизнес» организовал горячую линию. Для оказания поддержки ведущих отраслевых и социально значимых предприятий региональным правительством – федеральные. В ведомство направленное предложение о включении пяти предприятий в федеральный перечень системообразующих организаций. Сад-гигант Ингушетия, агрокомплекс Сунжа, птицекомплекс Южный, Реак и Реал. Далее проведена серия консультаций с АО «Кавказ.РФ» по сокращению сроков реализации прорывных проектов. Обсуждается возможность поддержки строительства овощехранилища на 30 тысяч тонн. Также проведены переговоры с представителями МСП Банка о финансировании инвестпроектов. «Было принято решение производственной ипотеки для IT-специалистов, ряд решений по поддержке сельскохозпроизводителей и проведение сроков укладки страховых взносов. Это, пожалуй, самое серьезное решение обосручки платежей за второй, третий квартал. Это, наверное, правительство скажет, поскольку это обойдется, то что около триллиона рублей – это одна из самых глобальных решений, которые приняты за последнее время. Поддержка принято решение о поддержке системообразующих предприятий в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства». «Продолжается реализация плана по повышению устойчивости экономики. Какие основные итоги на сегодняшний момент? Первое и основное направление – это поддержка кредитования в экономике, то, что как раз призвано помочь нам преодолеть сжатие денежной массы. По программам малого-среднего бизнеса на сегодняшний момент выдано более 240 миллиардов рублей. В том числе у нас практически завершена программа Банка России, по которой можно было получить финансирование на оборотные цели под льготную ставку. Реструктурировано 2600 кредитов на 190 миллиардов рублей и выдано более 10 тысяч новых кредитов на 131 миллиардов рублей. По инвестиционной программе кредитования Центробанка и корпорации МСП за два месяца бизнесу выдано почти треть от объема потенциальных кредитов. Компании получили 66 миллиардов рублей, 2700 договоров кредитования. Продолжается работа по зонтичным поручистам корпорации МСП, более 5000 кредитов на 51 миллиард рублей выдан. Ну и постепенно у нас увеличиваются объемы кредитования в рамках программы 1764 на 32 миллиарда рублей. Заключено 1700 соглашений, 11 миллиардов рублей выдачи. Это то, что касается малого-среднего бизнеса. К кредитованию системообразующих предприятий у нас активно реализуются программы по промышленности и по сельскому хозяйству, в рамках которых предоставляется также поручительство ВЭБа. ВЭБ берет на себя риски по 50% портфель банка по таким кредитам. В настоящий момент поручительство выдано на 300 миллиардов рублей в проработке и еще на 100 миллиардов рублей. Общий объем по этим программам поручительство ВЭБа 800 миллиардов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова